Следующая тема, о которой мы с тобой поговорим, это политические идеологии. Мы говорили с тобой, что партии могут делиться на виды в соответствии с тем, какую идеологию они пропагандируют. Но мы не обсудили, что же такое идеология. И сейчас мы посвятим этому целое видео. Итак, зачем тебе вообще нужно знать, что такое идеология? Потому что люди во всех странах мира подвержены ее влиянием. То, как ты смотришь на политику, как ты относишься к государственной власти, к государству, к ее режиму или решениям. Это твой идеологический взгляд. Во многих странах, в том числе и в наши, люди годами живут под давлением единственной верной правящей идеологии, которая диктуется государством. И они не могут ей противостоять. Поэтому важно понимать, что же это. Ну и я не говорю уже о всех наших заданиях. Тема идеологии часто встречается в задании 28 на план. В задании 25, где нужно привести определение понятия. Может встретиться в задании 26, где нужно будет назвать идеологии, привести примеры. Так что поговорим сейчас о них. Итак, начнем мы, естественно, с определения. Записываю в тетрадь тему. Идеология. Итак, что же такое идеология? Это вот оно, наше определяющее слово. Помним, да? Система теорий, взглядов и так далее. Выражающие интересы субъектов политики. Идеология, да? Похоже с словом идеал. Это некая, действительно, система идеальности, которую мы стремимся, которую мы хотим достичь, которую мы хотим на всех распространить. Вот оно, субъекты политики, те, кто реализует политику. Это могут быть политические лидеры, это могут быть партии, это могут быть какие-то руководители политических субъектов. И все они имеют свои интересы и реализуют их. А реализуют они их в рамках той или иной идеологии. И сейчас мы поговорим с тобой про различные виды идеологии. Но прежде чем мы перейдем к видам, давай вспомним, обсудим, какие же есть функции идеологии. Вообще, зачем нам нужны идеология? Ну, во-первых, это овладение общественным сознанием. Идеология добивается того, чтобы владеть всеми, чтобы влиять на каждого. Во-вторых, каждая идеология имеет свои взгляды на то, что было, на то, что есть и на то, что будет. Ну и, наконец, идеология стремится вовлечь как можно больше людей в политическое поле, чтобы люди участвовали в политике и были активными гражданами. В разной степени лояльности государства, в зависимости от того, какая идеология у нас побеждает. Итак, какие же виды идеологии у нас есть? Первый вид – это консервативная идеология. Консерв, консервы. Что такое консервы? Это продукты, которые долго хранят свой срок годности, которые долго играющие, законсервированные. Так вот, и консервативная идеология – это идеология, которая говорит нам о том, что ничего менять не нужно. Она привержена традициям. До особенностей сразу пишем. Традиции. Консерваторы всегда говорят, что общество должно быть традиционным. Сохранять свои ценности, свои идеалы, свои какие-то обычаи. Ничего не менять. Второе. Консервативная идеология всегда говорит, что расслоение – это нормально. Иерархия. Да, люди не равны. Да, есть богатые, есть бедные, но что поделать. Есть дворяне, есть крестьяне, но так уж и родились. Ну, бывает и такое. Консерваторы выступают за неравенство. Консервативность, чтобы было понятнее, сформировалась в 19 веке. В 19 веке во всех странах были сословия. И к этому консерваторы объясняли, что сословие – это норма, это вполне себе естественный процесс для государства. И люди, в принципе, не могут быть равны, потому что мы, в зависимости от своих способностей, умений, талантов, доступа к благам, очень разные. И это нормально. Третье. Консерваторы очень рдеют за частную собственность. Это очень важный пункт у них. Частная собственность превыше всего. Все силы государства должны быть направлены на защиту частной собственности. Никто не может посягнуть на твою собственность. Это твое естественное право. Ну и, наконец, они выступают за стабильность и порядок. Все должно быть по порядку, упорядочено, хорошо. Никакого хаоса, никакого брожения, никаких волнений. Все четенько и аккуратненько. Консервативная партия самая известная в мире. Это консервативная партия Великобритании, Тори, так называемые, которые существуют уже с конца 18 века и которые являются, так сказать, главным символом консерватизма. Все как есть. Плюс ко всему партия Единая Россия в нашей стране это тоже типичная партия такой охранительного консерватизма, которая выступает за сохранение ценностей. И я думаю, если ты внимательен к политике, ты много раз это замечал в ее идеях или выступлениях. Следующая идеология это либерализм. В либерализме у нас все по-другому. Консерваторы говорят, изменения не нужны, оставим все как есть, пусть все будет как раньше. Либералы говорят, реформа это хорошо, изменения это хорошо, стремление к лучшему виду себя это классно, мы должны идти вперед, мы не должны стоять на месте. Поэтому в либерализме у нас здесь не равенство, а здесь равенство, возможностей, равенство всех перед законом и так далее. Либералы и классический либерализм это жесткий индивидуализм. Ты сам хозяин своей жизни, только ты можешь делать свою жизнь лучше, интереснее, только ты можешь изменить мир. Поэтому в либерализме действительно распространен индивидуализм. За это, кстати, либералов чаще всего ругают, мол, слишком индивидуально не опираются на общество. Третье, и это общее у консерватизма либерализма, это защита частной собственности. Частная собственность здесь также очень важна, и она превыше всего. Ну и плюс либерализм очень отстаивает идеи защиты прав человека, свобод человека. Вообще либералист классически считает, что свободу человека не нужно ограничивать, что человек сам достаточно умен и рационален, чтобы свои действия оценивать, и свобода должна быть максимальной. Это идея либерализма. Продолжение следует...